Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова То есть она этим занимается абсолютно неохотно. Ну да, я понимаю ваше смущение, но тем не менее это факт, который тоже что-то дозначит. Ну да, давайте работать. Да. Все, не переживайте, раз прям по спасению. на следующий день сыщики заступили на дежурство у дома где проживают супруги мезенцевы подозреваемые появилась в поле нашего зрения лишь во второй половине дня полина мезенцева 30 лет безработная замужем детей нет так пешеходы вижу молодец группа весы приступайте к работе нам необходимо разобраться что же случилось с полиной она кардинально поменяла свой образ жизни и охладела к мужу для этого должны быть какие-то серьезные причины воспользовавшись отсутствием подозреваемой оперативники занялись установкой системы видеонаблюдения в квартире мезенцевых будет интересно узнать как проходят будни полины ну что тигры закончили до сигнал принимаю сворачивайтесь спасибо тем временем наши подопечные доехала до ближайшего торгово-развлекательного комплекса вряд ли она нарядилась и проделала такой путь чтобы просто в одиночестве погулять по магазинам как мы и предполагали полина сюда приехала не просто так кто-то здесь ее уже заждался интересно это мужчина или женщина оказывается полину ждала ее подруга женя та самая о которой рассказывал нам заявитель от него мы получили на женщину самую полную информацию приятельницы вдвоем отправились в кино окончании фильма подруги решили посидеть в одном из кафе выпить по чашке капучино мы видим что домой ни одна ни другая не торопятся то кирилл очень внимательно когда я считаю каждую копейку он внимательно видимо не такой как роман похоже евгения не слишком довольна своим супругом кириллом всему виной его скупость а вот полина считает мужа подруги классным и внимательным а ее упрекает за излишнюю придирчивость подозреваемая сама вызвалась заплатить за подругу какие деньги так расточительно тратит полина где или у кого она их берет и почему скрывает источник своего дохода подозреваемые снова собирается встретиться с евгений интересно какие развлечения у них запланировано на сегодня это какое-то мероприятие куда можно не успеть может быть театр очень интересно к нашей героине без предупреждения заявился муж ее подруги евгении кирилл и судя по всему здесь он появляется довольно регулярно что же он тут делает наша команда ведет наблюдение за полиной мезенцевой по просьбе ее супруга романа только что домой подозреваемый пришел кирилл муж ее лучшие подруги все это выглядит очень подозрительно что за общие дела могут быть у этой парочки евгения в курсе и почему кстати полина позволяет себе пренебрежительно называть подругу истеричкой какой примитивный обман значит евгений понятия не имеет об особых контактах подруги и своего мужа интересно насколько и для чего полина собирается задержаться с кирилл как там все нормально нормально у тебя кстати деньги еще остались ну уже после нашего последнего похода практически нет самое главное не переживай сколько надо он ее деньгами снабжает вот откуда у нее бабушки то получается это кирилл дает деньги полине вот это новости для жены он жалеет каждую копейку а тут пожалуйста бери сколько надо что за странные махинации кирилл платит полине чтобы от него не ушла жена схема сомнительная однако может быть поэтому подозреваемая так расхваливала подруги ее мужа против евгений в заговор вступили ее самые близкие люди некрасивая ситуация но эти двое видимо оправдывают свои действия тем что стараются для ее блага нарушка слышали приготовьтесь встречать внизу полина врет и не краснеет просто поразительное хладнокровие возможно она стала так много времени проводить вне дома исключительно для того чтобы развлекать подругу по просьбе ее мужа есть картинка с пешеходом все отлично не приближаемся алё Жень ну что вы ну жвану к Жене опять ну как без меня ну подождите вы что надо без меня начинать я уже скоро буду ее бегу что они там начинать то будут куда она идет давай дождитесь похоже сегодня кто то еще составляет компанию полине и евгении в их развлечениях это занятие настолько интересное что подозреваемая боится пропустить начало она подошла к дому где живут Женя с Кириллом однако подробностей нам узнать не удалось полина приехала к Евгении и пробыла у нее в гостях до позднего вечера наступил пятый день наблюдения в два предыдущих полина с подругой вместе обедали и ходили по магазинам а сегодня дамы видимо договорились встретиться у нашей подозреваемой дома будет что то интересненькое женские разговоры у нас запланировано да судя по ее нарядам уходить они не забираются во всяком случае не быстро но фиксируйте звук должен быть ребят в удобоваримого качества поджорно 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 расслышал то это не Талиярский а супер настроены? слушай я не поняла где что на этот раз придумали эти две затейницы бездельницы на что должна быть настроена полина что она ожидала увидеть когда это произойдет опять одни вопросы что то я там вижу тебя ну здрасьте ну как ты не видела смотри ну здрасьте мы скучаем давай 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 девочки что интересно с какой это деткой Евгения разговаривала таким томно наигранным голосом пока ясно одно нам надо готовиться к приходу гостей ждем гостей докладывать переключаем где там какой то парень идет вот завернул в наш подъезд видишь кроме этого мужчины поблизости никого нет в подъезд никто не заходил непонятно наш это гость или просто житель дома мы продолжаем наблюдение паренек ты довольно молодой кстати она что в таком виде пойдет открывать к мамкам пришел держи я ждусь ну что то по моему все ясно заявитель в кадре работаем а Денис здесь уже давно ждем здрасте 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 роман давайте сразу к делу сегодня мы зафиксировали неверность ваши супруги если готовы смотреть видео давайте мы покажем потом объясним что почему да конечно да давайте этот парень был по вызову и вас интересовало откуда ваша жена берет деньги это муж Евгения дает их ей он хочет вернуть Евгению и Полина способствует их соединению вот так они возвращают направляемся в квартиру да дим уже готовы все по местам все знают что делать группы на этаже готов стоить все что что то где и джин в джин и стр и Здесь установлена камера, которую зафиксировали. Мальчиков по вызову, которых вы сюда привозите. Со мной не мог поговорить? Мог. А ты хотела разговаривать? Или тебе было веселее с подругой? Я пошла отсюда, я не признаюсь. Я не знаю, что вы здесь делаете. Работаем. Что значит работаем? Вы зашли сюда, в частную собственность. На каком основании? У мужа, спроси, который финансировал ваши гулянты. Что она здесь разыгрывает? Я уже не хочу ничего знать, я пошла отсюда. Извини, это по-моему вообще то ли дура полная, то ли придуряется. Разделились на две группы. Прости меня, пожалуйста. Прогай меня. Пожалуйста, прости меня. Я все как была до этого карантином. Ничего себе. Я принесла. А вы учитесь. Я не могу. Не вступить через это все. Я Кирилл, потому что узнает все. Рома, запер у меня просто в четырех стенах. Мне стал очень одинок. Я делала все, что хотела. Все, абсолютно. Виновата, мы просто отдыхали. Рома, пожалуйста, не надо. Заня, уйди, пожалуйста. Все, я могу. Уйди. А вы тоже уйдите все. Рома, пожалуйста, давай поговорим вдвоем. Рома, это все неправда, пожалуйста. Не надо верить этим людям. Это все это армальчики. Не надо. Я не хочу. Все. Рома. Рома, это ничего вы не знаете. Рома. Нет. Не уходи. Нет. Чтобы не было тебя. Хватит снимать. Видеть тебя больше не хочу. Я поняла на самом деле все. Разделились с работами с Денисом и с Димой. Пошли вообще все отсюда. Быстро. Еще не снимают нас здесь. Выходите отсюда. Я бы на ваш месте домой включил. Нет, ставьте камеру, вы металитесь. Ну что вы куда сейчас? Я не знаю. Как в тумане в каком-то. Поднимался, думал, задавлю руками все время. А сейчас, не знаю, тоже что делать. Вы хотите, чтобы мы кого-нибудь сюда братком позвали? Чтобы им с вами позорвали? Чтобы им тут? Ну, она есть его. Ну, давай. На вторую слову, мне не нравится. Вызывай братком. Женя, уйди, пожалуйста. Не пугай ни жагула жопой. Осторожно. Стриптизеры по ходу приятны. Любите ее? Да. Тебе нравится? Я не пойму, что муж оплачивает твои преднаждения. Мужа сюда приплетать. Женя, пожалуйста, уже хватит. Здравая мысль. Что ты обинала с вами, блин? Муж и муж? Да, что ты обинала с вами, блин? Да, что ты обинала с вами? Да, что ты обинала с вами? Да, что ты обинала с вами? И глаза безумные в нее. Я не видела. Все из-за тебя. Дура. Хватит снимать. Вот и нахрена такие развлечения, Поль? Вы сейчас планируете за руку сходиться, я бы вам не советовал. Давайте я вас отвезу, куда вы скажете. Хорошо? Да, конечно, спасибо. Одно еще немножко. Мы общаемся. Поехали. Так, машина. Удивитель потребуется отжимание. Подруга виновата? Проститут, который приезжал, виноват? Нет? Это ничего не значит. Пойдемте отсюда, ребята. Покидаем квартиру. Уходите с квартиры. Уходим, уходим, ребят. Пойдемте, я не поделаю. Пойдемте. До свидания. Стоп. Роман попытался простить супругу. Некоторое время он и Полина посещали семейного психолога. Однако это не помогло. Сейчас супруги Мезенцевы проходят через бракоразводный процесс. Редактор субтитров А.Семкин